Привет дорогие друзья! Ну а вот это вот в эфире приходится отбиваться от троих. Ну как отбиваться? Вы знаете, отбиваешься это когда ты защищаешься от чего-то. А когда ты их загоняешь, то ты их загоняешь. Я реально верю в то, что у нас получится загнать и остальных чисто по закону. И мы должны пройти это. Мы реально должны пройти все методы законные. И эти все методы законные, ну поверьте, у нас будут спрашивать потом, да? У нас потом будут спрашивать. Вы просто запомните мои слова. Мы будем показывать. Мы прошли все законные методы. Все. И то, что сейчас беспредельщик президент полностью не реагирует на это. Вы представьте, что было бы? Не дай бог избили бы какого-нибудь там волонтера или активиста. Вы представляете, что было бы? Сколько часов назад он отреагировал бы? Молчание в знак не просто согласия, а соучастия. Он соучастник. Его офис президента соучастник. Министр МВД соучастник. Глава СБУ соучастник. Все соучастники. Это одна коллегия соучастников. Но Зеленский, по сути, перешел все грани и это началась война собственным народом. Такое еще никому не удалось вывезти. Тут, Анатолий, витаем вас. Анатолий, добрый. Здравствуйте. У нас тут такая палка дискуссия выникла. Я слышал. А, вы слышали? Ну, вы можете тогда апеллювать до Петра Кузика або Валерия Димова свою позицию озвучите, пожалуйста? Конечно, без сомнения. Петро Кузик врет. Петро Кузик врет. Потому что... Петро Кузик никого не бросит. Сейчас, все, он замолчал. На наших людей целый день совершались нападения. Целый день подбегали, запрыскивали газом. Потом в метро есть это видео, где идет наш парень в количестве один. И на него нападают пять человек. Его сбивают с ног и добивают ногами. Потом такая же группа уродов попыталась напасть еще на людей. И эти люди дали сдачу. Ни на кого они, конечно, не нападали. Потому что у нас абсолютно мирные люди. И вот это, именно вот это видео, где люди защищаются, защищаются, что есть под руками. Пластиковыми древками от флагов. Они начали выдавать за нападение. Это натуральная, обычная манипуляция и ложь. Кузик, я вам напомню, кто такой Кузик. Это человек, который с убийцей Бузины отлавливал людей на Крещатике. Отлавливал людей на Крещатике, которые выглядели не так, как ему нравится. Евреев. Они отлавливали армянина. Это видео я выкладывал. Петро Кузик четко. Они ловили людей. И сбивали их этих людей. И унижали их. Прямо на Майдане независимости и на Крещатике. Потом он прошел в депутаты. После того, как он попал в депутаты, у него пальцы стали, как сосиски. Он отожрал себе вот такую морду. И врет он сейчас в эфире. Пане Анатолий, давайте вести дискурс без образа. Пане Димов, давайте пан Кузик сам ответит. Пане Анатолий Ширій, вы... Пане Патри, тоже без образа. Давайте нормальный дискурс. Ну, мне что-то без образа. Я просто до всех звонок. Пане Димов, умовчите. Пане Анатолий Ширій, вы 4 раза, 5 раз выкладывали в видео. Я вам скажу, что те події мали место. Я не пишу с ними, но мы не нападали за человека еврея или какого-то другой национальности. На жаль, вас там не было, и вы перекрутили, и зараз брехливо маніпулюете информацию. Мы реагировали на информацию, потому что была спроба сгвалтования украинских девчат. Власне, вы этот контекст представили так, как вам выгодно. У меня, до речи, нет у вас этого вопроса и претензий, потому что вы журналисты, это ваш клип. Но знаете, я же не реагирую на плитки в интернете, что до вас, там, звинувачения в педофилии и так далее. Я не хочу коментовать этот брит. Давай коментируй, коментируй. Давайте разберемся по суті. Вы сидите, вот есть интересная цитата Ленина, уважаемые большевики, вы проливаете кровь, а я тут в Швейцарии душой и телом с вами. Вы, власне, провокатор, провокуете, поплюжете украинскую идею, украинские военные силы, вы вводите людей. У вас задача от ваших московских кураторов – створить провокации и вуличные противостояния. И когда вам удалось это, вы аплодировали и сделали шикарное, довольное видео с таким же довольным обличчем. Но когда вы получили реакцию, вы сейчас кричите «Ку-ка-реку, нас бьют», что такое? А что вы хотели ожидать от ветеранского средств? Что они будут обратиться к вам и апелевать в интернете, что они требуют этого делать? Реакция будет именно такая, как ваши действия. Все, давай заканчиваем. Теперь, что до моего зовнишнего вигляду, я заканчиваю. Дозвольте все-таки два слова. Что до моего зовнишнего вигляду. Ну ты уже три слова сказал, давай заканчивай. Послушайте, пане Анатолію, я коли отримав третье поранення, я не смог займати спортивно в техновантажах, которые были. Да, действительно поправился. Но я счастливый, что вы взлетаете на этот момент. Мешок с продукта не упал или что на складе. Третье поранення. Мешок на голову упал. Боец. Не выправдовывайтесь перед ним. Чекайте, я маю три поранення. Два на фронте отримал. Третье побутово. Да не мечет тебе сфер перед свиньями, скажем на писании. Что вы выправдовываетесь? Третье побутово. Ну так что ты меня разводишь? Мешок с продуктами упал на голову. Ты, пожалуйста, озвучивай, из-за чего ты получил бронение. А теперь можно, друзья? Пане Петре, пане Анатолію, вы просто зараз намагаете между собой какие-то соцсунки з'ясоватись. Давайте повернемося до подій, які мали місце в Хартове, в Житомире, в других местах, в Киеве. Чи має право українське суспільство на таку форму дискурсу? Я би так це питання поставив. Смотрите, смотрите, какая история. Во-первых, педофилом я могу быть в одном случае, если я с Кузиком был знаком, когда он был ребенком. Пане Шарей, храмство – это знака недоразвинности и регулярности. Знаете ли, мне все равно, что там расскажешь, уважаете ли Петро Кузик или Павло Кузик? Спілкуватись вечно, а вы користуетесь тем, что можете кукарикати безнаказанно, потому что вы в іншей країне. Панова, давайте безобраз. Да приди, накажи меня попробуйте. Смотрите, Павло Кузик, уважаете ли он Бандеру? Степана Бандеру. Павло Кузик, уважаешь Бандеру? Поважаю. Бандеру откуда вел свою деятельность? Он вел из схрона на Закарпаттии. На отміну від вас, він був в концлагере Заксенхаус, увязнений німцями. Я тоже был в концлагере, я тоже был в концлагере, я из него вышел. Да, дальше. Вы втекли від злочину, когда вы выстрелили в людину, вы просто как шмаркач втекли из Украины, чтобы уникнути покарания. Да, короче, по Бандеру мы поняли, да, мой посыл, ты понял, да? А теперь я прошу Петра Кузика помолчать, я тебе расскажу. Смотрите, Петро Кузик, никто никого не провоцирует. Вы врете, как вы привыкли, за 5-6 лет. Люди выходят на мирные акции. Мирная акция не может быть провокацией. Мы вышли не к вам, не к вашим ветеранам. Мы вышли к президенту Украины. Вы вас и не помечали, пока вы не печали zostaть. Замолчи. С требованием, чтобы перестали бить людей. С требованием, чтобы перестали бить людей. Все. Вам, вас, ну не вас, вы вообще никому не нужны, наняли нацкорку, для того, чтобы они начали нападать, и для того, чтобы было противодействие. Противодействие любое. Противодействие любое, они показывают, как нападение. Это элементарная провокация. А потом они рассказывают, сами себя побили, и так далее. Процедура откатана четко на Донбассе была, когда были самообстрелы и так далее. Вот, пожалуйста, нормальная параллель. Так вот, там вот, я смотрю, показывают, как наши ребята обороняются. Покажите, как со спины нападают на наших людей. Просто вообще со спины, с ничего. На землю валят и начинают забивать ногами. Вот это вот, так вот они делают. Монтаж. Чикс. А потом показывают, смотрите-ка, они напали. Ветеранское сообщество ваше. Какое ветеранское сообщество? Вот это бандиты, вот эти вот, которые нападают, террористы, это террористы, террористы в любой нормальной стране, в любом нормальном государстве. Слушайте, это уже бред. Вы користуете стив, что вы там галкаете. Ветерани, это тихо... Я говорю, в любом нормальном государстве террористическая организация была бы запрещена. Это не до государства. Послушайте, ветерани это те, кто защищали Украину от оккупанта. Ветерани, это те, кто защищали Украину от оккупанта. В данном случае Российская Федерация. Те, которым вы прислуживаете сейчас. Те, которым вы облизываете ботинки под столом. И вы их называете... Ботинки облизываешь ты. Причем так налезался, что уже лицо не лазит в экран. Ну, давайте обговорим мой внешний выгляд. Это прекрасно. Давай обговорим. Пане Козыр, у вас доказательства, что российское финансование есть? Ботинки облизываешь ты, ворюга. Потому что ты купил своему помощнику квартиру в Киеве. И думаешь, я этого не знаю. Просто так, вот так, взял и купил. Мы уже наладялись этого. Нажрались уже так в Киевской земле, что уже не лезут. Так вот, дослушайте сюда. Пане Анатолио, ветеранская спільнота, это те, кто защищает Украину, окупанцы Российской Федерации. Вони не есть террористами. Я в данном случае... Террористами есть нацкорпус. Не перекручивай мои слова. Террористическая организация это национальный корпус. Это в любом государстве было признано в террористической организации. Вы не поднимаете собою прокуратуру, МВД их всех разом взяти. Это ваша приватная думка. Так вот, вы, когда вы ввели людей, им, они были не цікавы. Больше того, когда вы ввели их под кабинетом президента, а с вами большинство погоджило, даже с национального средствующего, потому что это недовольно. Ты грешь. Они изначально вышли и начали кричать. Крису под плинтус. Они изначально вышли. Их только полиция туда не пустила. Ты грешь, грешь. Ну, грешь, грешь, грешь. Мне персонально там не было, потому что ты грешь. Вот зачем ты тогда думаешь? Ты грешь. Но я дослеживаю эти факты. И больше того, вы в каждой своей передаче делаете провокации. Ну, на жаль, так. Ну, вы, вас ловили на брехне с манипуляцией. Ну, пример. Давай, приведи пример. Пример приведи. Вот приклад. Вас поймали на брехне, коли вы показывали российские подбитые танки. Вы доволнили, что это украинский танк. О, ужас какая брехня. В 2014 году я спутал украинский танк с российским. О, ужас. Какой кошмар. Я за это еще и извинился. А такой, как ты, никогда в жизни не извиниться за свою ложь. У меня было три тысячи или четыре тысячи видео на канале. Из них три ошибки, за которые я извинился. А ты будешь ходить и рассказывать вот эту тему тоже. Пуга река. Пане Шарій. Ну, еще раз. Я всегда вважал, что хамство это означает недоразвинутости. И я, например, со своим хаусом системно борюсь, читаючи книжки, навчаючи штабы, высши книжками заказов. Ну, это тебе не помогает. Все равно, потому что ты недоразвитим не остался. Потому что ты врешь. Я могу быть эмоциональным. Я могу быть каким угодно. А ты лгун, ужас, обманщик, пихун. Да, приятно. Знаешь, почему мне приятно? Потому что такие, как ты, сюда приедут, их поломает полиция и закроет на 15 лет. Понял? Вот почему приятно. Потому что все законы действуют. Такие, как я, спокойно ездят за кордон, в том числе и с политической деятельностью. Ты попробуешь ко мне подъехать поближе. Так тебе как с детства. И вы это знаете. Поэтому вы постоянно мне приедете. Приехать куда? В Сомали-ленд? В Сомали-ленд приехать, где меня запакуют сразу же, где возбуждают дела вот так вот. За пять минут. Ты меня туда зовешь? Да нет, я помню, пока что останусь здесь. Ваши подъемки уже скасовали ваши криминальные справы. Я не понимаю, как людина... А как педофилия, что? А что с педофилией? Я не хочу обговорювати чутки, которые идут в интернете. Чутки? Чутки не хочешь? Ты уже обговорил. Это ваш профиль. Я, собственно, ты с козами занимался сексом. Мне это обговорить здесь и что? Ну, если это формат дискурсу, то, пана Шарик, я запрошу... Если это формат, то ты здоровенный мужик берешь и бьешь сходу. Ты здоровенное мурло. Сходу... Пане Шарик, давайте только без образ в эфире, чтобы... Ты сходу начинаешь играть. Ты просто мразь настоящий. Если вы считаете, что ваше хаос, то каким образом... Дмитрий Оленько хочет вопросов. Ты говоришь про захист журналістов. Пане Димону. Правильная тема. Захист журналістов – это важно в демократичной стране. И я хотел бы рассказать про одну ситуацию щодо журналістов. Давайте мы просто зараз попитримаем Анатолій. Питание. В 2019 году, еще влитку минулого року, во время выбора кампании, известный журналіст, главный редактор Винницкого ведения «Вежа» Андрій Качер сделал расследование про финансирование и порушение финансирования партии ось этого персонажа Анатолия Шария. Анатолий Шарий… Анатолий Шарий… Рващит. На Андрія, как раз за выгуками, что ты ответишь за это расследование и т.д. Напали и побили. Жорстко побили. Вот поэтому у нас с удовольствием обнаружили… Это ложь. Это ложь. Это ложь. Это ложь. Через несколько часов его нашли. Его, его… Цю, людину… Сейчас, в нем здесь суд тревает и такие дали. И это произошло после этого расследования. И потом, даже после выбора, он говорил, что… Я думаю, на него, он не сильно сильно побитый выглядит. Ну, может, только подпитали… Ну так, слеганца. Тобто, знущение. И это произошло, что для журналистов. Это же чистое лицемирство. Когда вы говорите, что вы настаёте на захват журналистов, но других журналистов вы натравливаете людей, вы провокаете, там сидя за кордоном, ховаясь, как секун. Ну давайте безобразно, панеленько. Я извинувачиваю оцю человеку в том, что его активисты в Харкове побили именно на него замовление. Потому что чем больше тут будет побить людей, его активистов, тем лучше для него, тем лучше у него будет рейтинг, и он будет на этом пиариться. И все замовленные, и побития, и так далее, это тактика, чтобы только ФСБ выйти, спровоковать, и потом на этом делать себе хайф и пиар. Анатолию. Да смотрю, у вас там заповедник. Ну по поводу мне делать рейтинг, да, так не делайте мне рейтинг. Умножьте мой рейтинг на ноль, не обращайте на меня внимания, не нападайте на моих людей, всё. Так вы сами на них нападаете. Теперь по поводу того, что сказал Ленько. Ленько соврал, это очень просто проверить. Качер, про которого он сказал, его никто абсолютно не трогал. Это человек, который работает на вильническую власть, на Маргунова конкретно. Он написал, Качер, дословно, да, он разместил видео, где сжигают наш рекламный плакат, и написал, пока что только плакат. А потом начал писать в комментариях людям, вильничанам, собственно, он начал писать, что шашлык 2 мая и так далее. Никакого расследования, ни про какое финансирование он, конечно, не делал. Ленько сейчас просто соврал. После этого Качер, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения в баре, и это факты, изложенные в уголовном деле, сцепился с каким-то человеком на улице и получил один удар вот так вот. Человек этот никуда не убегал. Это был один удар. И он даже столько побыл, и так дальше, да. Это был один удар ладошкой. После этого Качер начал кричать везде, что это заказ партии Шария и так далее, и тому подобное. То есть, давайте посчитаем, сколько раз соврал Ленько. К слову, Качер трижды, дважды привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Я приводил документ. Этот человек постоянно бухает, и поэтому он в барах ночью, в 2 часа ночи получает от каких-то таких же бухарей по голове. Это лично его проблемы. Причем здесь партия Шария, я не знаю вообще. Вчера я смотрел Ленько, истерику Ленько, и он кричал, опять-таки, что мы с пророссийскими какими-то... Ленько, пожалуйста, Дмитро, назовите. А, нет, он еще сказал следующее. Он сказал, что украинцы, что я говорил, что украинцы второсортная нация. Я украинец, я не мог такого говорить. Я этого не говорил. Дмитро Ленько просто бьет. Зараза цитую. Зараза цитую. Вы жопу начали подтирать в 1939 году, когда меня говорят, что они подавали суп, такого быть не может. Я говорю, это невозможно. Они подавали суп батракам поляков, потому что их бы туда никто не допустил. Я украинец, а вы не украинцы. Вы второй, я не говорю второй сорт. Нет, вы просто полукровки. Вы сказали полукровки, это ваши слова. Третья кровь и четверя кровь. Вы наполовину, блядь, поляки. Наполовину Венгрия. Наполовину всех знает кто. Это ваши слова. Собчак мне задала вопрос по этому вопросу. Она говорит, а это не украинофобия? Я говорю, смотри, когда еврей говорит, что вы недостаточно галактические евреи, к примеру, чем я. Я настоящий еврей, а вы нет, не учите меня быть евреем. Это антисемитизм? Она сказала, да, сложный вопрос. Настолько сложный, что это даже не вошло потом в интервью. Так подумай сначала, как я могу говорить, что я украинец, а вы нет. При этом ненавидя украинцев, сумасшедшие вы. Пытаетесь натянуть самому вопрос. Виправдание абсолютно абсурдное. От, отверто, вы сейчас выгадаете что-то лучше. Я говорю, я украинец, а вы не украинец. А вы не украинец, это значит так. Я унижаю украинец. А потом вы ображаете, что украинцы называют вас отвертым русофобом, антиукраинским политиком и пророссийским диячем. Но это правда. Все ваши виправдания не дают абсолютно нікчевно, как и тот главный факт, что вы как секунд сидите за кордоном и не приезжаете сюда, в Украину. Потому что вы боитесь. Потому что вам комфортно там за российские гроши сидеть и жить. А тут люди ходят за вас, кто-то за идею, кто-то за гроши, но отримает по голове. А вы на этом делаете себе пиар. Люди, что ты про людей знаешь? Вы в лорапяне одеты? А что ты знаешь про людей? Ты твой босс, который за его в рот брал? И так далее. Что вы знаете про людей? Что вы знаете про то, как они живут? Вы на своих сдачах голосований нажили себе квартиры, джипы, лорапяна. И ты мне про людей рассказываешь. Люди выходят за меня, а не за вас. Потому что вы, черти, достали всех уже до 30 лет вот так. Я просто не понимаю, как можно слушать и вообще принимать среду судину, которая сидит из экрана, что-то брешь и рассказывает. И боится просто сюда прийти в студию. Я тут встречал многих оппонентов. Анатолий, еще до вас есть криминальные справки открытые сейчас? Так у многих есть криминальные справки открытые и закрытые. Какой человек может вернуться, если еще до него открытые криминальные справки? Какой человек приедет сюда. Как и кто-то другой. В Украине тут постоянно все политики, кто занимается в оппозиции, противопоставы, которые вручают криминальные справки, а потом иначе. Но все сидят здесь. Все сидят. А это такая шутка, которая втек в тек, и рассказывает, как тут жить. Понимаете? И сидит, и что-то помогает сказать, что он переживает за Украину, чтобы мы лучше жили. Вы приходите в обычные магазины. Вы покупаете что-то на обычных магазинах. Да вы плен. Вы на жизни украинцев. Вы все не знаете, что-то не знаю. Но все-таки ответственность. Чисто выросли. Друзья, мы на этом уже завершим этот дискурс. Анатолий, дядя, мы вам просто все хвилини сейчас президенту Украины.